ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, которые начинают разжигать ваше утро футбольными фристайлами. Ну, а мы вам расскажем, что это парни, которые работают на основной сцене фан-фестиваля. Уже один день позади. Вчера открылся фан-фестиваль. Мы сегодня об этом тоже будем говорить. Парни, здорово. И не забывайте, что сейчас вы накидываете на Колю финальный мяч. Чик, чик, Коля сзади. Коля, спасибо. Вот так это работает. Я думаю, что у нас есть еще минут 40 свободного времени, пока ребята веселятся. Привет, ребята, доброе утро. Здравствуйте. Привет, давайте знакомиться. Меня зовут Влад. Влад и Илья. Фристайлеры, профессиональные фристайлеры, насколько нам известно. Ребята ездят по всевозможным конкурсам, естественно, футбольные болельщики. Мы сейчас очень быстро поговорим с ними. И что же профессия, профессиональный фристайлер? Это уже профессия, это уже не просто хобби для вас? Ну, в принципе, я картист оригинального жанра. Только хотел сказать, трудовой не написано фристайлер. Таким работаете, фристайлер. Да, хорошо, как давно вы этим занимаетесь? Я уже 10 лет и с 2008 года пошел. То есть практически с 9 лет. Так, хорошо. С 7 лет. 10 лет. С 2008. Круто, с юбилеем у вас, ребята. Ваши дни рождения. Вчера был день рождения у Шахтера, сегодня юбилей у вашей творческой деятельности. Давайте коротко поговорим о том, как прошел первый день. Вот вам оттуда со сцены виднее. Скажите, чего было в фан-фестивале? Круто ли там? Стоит ли туда ходить? И чего видели? Какие ваши эмоции? Супер. Я, честно, ощущения очень грандиозные. Очень много людей приехало, плюс туристов, с которыми мы, например, после того, как выступаем на главной сцене, мы спускаемся вниз. По фан-зону ходим и с ними играем в футбол. Очень веселее, очень легко на подъем пограти мячик, побусати, пограти в фан-фестивале. Это новый рух, который мы сейчас... Что-то есть новый рух? Покажите, была с кинами и нашим глядачам, потому что я в первую очередь. Это фан-фестивале. Это фан-фестивале. Фан-фестивале, я знаю, это такая девчина. Она и даст спокойно. Так, окей. Я могу показать один трюк, который вы можете повторять дома. Очень серьезный трюк, очень сложный. Сейчас покажу. Это еще не он? О! 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 Классный трюк, который мог нам обойтись стоимостью камеры. О! О! Спасибо большое. Покажи еще раз, но прежде... Я реально заказывался, что суверизации косты не укуляры. Когда она пролетела 2 мм возле камеры, Коля пошел за кулисы и один трюк там сделал. Тоже еще один. Я его понимаю. Здорово, ребят. Так, хорошо. Кого видели из звезд? Кого там можно было увидеть вчера? Взяли, было ли это вчера? Довольно много. Я думаю, конечно, сегодня будет еще больше. Но вчера был такой ажиотаж. Очень большие черты на усилякие соревнования, конкурсы были. Сфоткаться с кубком, потому что привезли два кубки. Вы сфоткаетесь? Конечно. Да. Я еще что-то и сфоткался. Ну, Кафу вы видели? Конечно. Кафу, как вы знаете, был вчера на фотограф-сессии и на фото-сессии в нашей фото-зоне внутри фан-фестиваля. Наши имеют в виду канал Футбол 1 и Футбол 2. Да. Кличко успели посмотреть? Да. Отлично. С ним не по фристайлили? У меня запитание. Кто крутейший фристайлер? Кличко или Кафу? Кличко. Он сильнее просто. Ну да. Он сильнейший. Проблема Кафу. Он только ногами работает. Виталий Владимирович аккуратненько может войти в ближний бой. Так, окей. Сегодня мы напоминаем всем, что сегодня в фан-фестивале еще больше звезд. Сегодня еще больше селебрити будут в нашей фан-зоне. Мы будем делать оттуда включение, забегая вперед вам скажем об этом. Ого. Да. Серьезно. Будем. Мы вам все покажем. Скажите, профессиональный фристайлер? Мы уже пошутили про то, что это может быть не профессия, но это уже реальное занятие. Скажите, знаете ли вы профессиональных фристайлеров, которые приехали болеть за Ливерпуль или за Реал? Здесь ли они? Общались ли вы? Как их ощущения от Киева, Украины и почему они снимают жилье? Фристайлеры, честно, много и приехали из разных стран. Как и Франция, как и Британия, так и Белоруссия. Очень много приехали фристайлеров наших знакомых. Все болеют за разные команды. То есть, чтобы за какую-то одну команду болеют невозможно. Так, из Британии приехала девушка, чемпиона света по футбольному фристайлу Лив Кук. И я думаю… Лив Кук ей звать? Да, да. Лив Кук, ага. Вона очень сильная. И я думаю, глядачам и туристам, которые приезжают, также будет новинка увидеть девушку, которая вытворяет с мячем просто невероятные трюки. Слушайте, она будет на фан-фестивале, да? На сцене Зава, а когда про носу? Этого мы не знаем, у нас все по-разному. На самом деле, ребята знают, просто они хотят палить, потому что они хотят первыми поговорить с Лив Кук. Причем, я думаю, что это та девушка, с которой, чтобы познакомиться, надо сначала сделать какие-то невероятные финты, сесть в шпагат, задней ногой продолжать набивать. И тогда она скажет, ладно, окей, вот мой телефон. На ней можно подкатить, вот реально, в прямом значении. Да, 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 слога подкатить, в ее случае это такая штука. Скажите, не придумали ли вы, потому что мы знаем очень посредственно движение, мы знаем, что есть Around the World, да, вот эта вот штука такая. Не придумали ли вы какое-нибудь уникальное движение именно к финалу 2018 в городе Киеве? Может быть, вы, например, ногой обрисовываете? Слово Киев. Слово Киев желательно. Значит, потом все станции метро. Ну, условно. Я знаю, дуже готували целый рік. Владислав зараз продемонструю, он зараз на земле с методологией панны намалюе назву команды, яка выграет финал. Вам требуется дата. Сейчас мы побачим? Да, давай. Так, команда. Можно просто стоять или нужно поддержать? Чем ничем нет, скорее не заховаться. Значит, на всякий случай всем операторам мы не знаем, чем это закончится. Держите камеры. Тин-дин. Уже неплохо. Так. Я пока так могу. Нормально. Я же пытаюсь нарисовать. А, это рисунок. Покажите сверху, пожалуйста. Максимально сверху. Напиши, пожалуйста, еще раз, если можно. Так. Хочу спросить. Вы же, товарищи, друзья, у вас совместные номера и так далее. Вы болеете за одну команду? За разные. В финале за разные? Не, а что? Я за реал. О, намечается. Давайте. Началось. Так. Все за реал? За реал. Так, окей. Ну хорошо. Если в вашем сообществе вот третий у вас будет, вот вы будете соображать танец или там какой-то номер на троих, и он будет болеть за Ливерпуль. Ему что-то угрожает? Или вы толерантны? Мы толерантны. Мы потребуем каждую думку человека. Все без проблем. Просто перестаем общаться. А так, ну все. Пусть за футбол. И это очень классно. Вы за футболом, здесь вы слиткуете. Фристайл – это похитина, скажем так, от всей супергри. От людей, которые будут играть в финале с Реалом, с Ливерпулем. От на вашу думку, на ваш професийный погляд. Ох, кто найкрутейший с мячем? Криштиан Роналду. Кто может быть найкрутейший фристайлером? Ну это не из-за того видео, где он ходил переодетый в обжаре? Он даже еще до того, как начинал заниматься футбольным фристайлом, он даже умел делать какие-то трюки футбольного фристайла. Прямо футбольного. Не просто там какие-то скелы, трюки для футбола. А для футбольного фристайла. Так, и, ну, богато чего мы. Это винтоп. В Ливерпуле таких нема. У меня последний вопрос, кстати. Потому что у нас разгорелся до передачи неслабый спор, друзья. Во-первых, все знают, что вчера состоялся финал женской лиги чемпионов, с чем мы все поздравляем. И поздравляем болельщиков женского Леона, если таковые есть среди наших зрителей, с победой. Один наш коллега, профессиональный спортивный журналист, сказал, что это была пародия на футбол. Я ни в коем случае не буду говорить, кто это, потому что Коля просил его не палить. Скажите, ваше мнение. Вот вы смотрели вчера этот матч? Что вы думаете про это? Я обзор смотрел. Обзор? Да. И как? Ну, красная карточка все испортила. Ну, а это если про матч. А вообще, вот с точки зрения женского футбола, это круто, красиво? Ну, это топ-две команды, которые вышли в финал. Найти, конечно, червала карточка просто у нас в студии. Да-да, она самодельная, поэтому тут три сразу. Это топ-две команды женских. Они довольно сильно, то есть, именно в своей весовой категории. Ну, круто. Весовая категория. Ну, кстати, если у них пытается, какая у вас весовая категория, они кажут, что это не культурная девушка. Это некрасиво у девушки спрашивают, да. Ну что, спасибо, ребят, большое. Мы с нетерпением ожидаем ваших различных включений оттуда. Пожалуйста, продолжайте наполнять Инстаграм классными трюками. И напоминаем, что сегодня вполне возможно Лив Кук, да, вы так назвали эту девушку, она уже будет на сцене. И вместе с ребятами на это все можно будет посмотреть в Киеве на фан-фесте. Круто, проходит это фан-феставание, устренитый там футбольных фристайлеры, и сегодня было у нас в гостях чемпионс фест. Делайте просто какую-то финальную штуку. Я видел, что вы когда тренировались, то вы даже становились на голову. Илья может сделать. Давай. Финалочка. Так, напоминаем, что это парни, которые работают все четыре дня на фан-фесте, и умеют делать вот такие штуки. Кайфец. Спасибо, ребят. Круто, дякую. Было ли это запланировано или импровизация, мы никогда не узнаем. Но у нас есть один парень, который точно силен в импровизации, причем он с мячом делает все то же самое, только мяч все время падает. Но его это не портит. Это наш коллега, товарищ, еще один юркий журналист. Он на связи с тобой уже? Давай его. Через связку у нас Руслан Ханумак, наш агент, который работает сегодня в Киеве. Да, есть уже сигнал. Відслідковые вболювальники. Он сегодня будет работать на фан-фестивале. Руслан, как всегда, готовый к эфиру. Он умеет. Это его фирмова штука. Сегодня Руслан будет работать на матче «Зирок». Он сегодня будет на фан-фестивале. Это отмененный команды «Легенд» Royal против «Леверпуля», против «Лиги чемпионов» и против команды Андрея Шевченко. Руслан Ahora уг criticал, и, кажется, уже готовый. И, кажется, уже внутри него есть даже легенды. Какие-то легенды есть? «Русик – про Сно minerals?» AFR buddy, друзья. Костя, Коля, вся страна привет футбольная. Ура! А, нормальная скороговорка? Шикарно, спасибо. Это был Руслан Ханумак. Спасибо, пока. Привет, слышим тебя прекрасно. Рассказывай, чего подсмотрел, что вокруг тебя. Короче, рассказываю в двух словах. Но в двух словах, наверное, получится, поэтому будет их 18. Смотрите.